привет дорогие друзья приветствую всех выдался выходной день у нас сейчас поедем на дачу прогреем дом семья приедет вечером а с утра мы сейчас васи прогреем дачу я продаю можете как раз посмотреть кстати вася забыл прикинь я в прошлый раз был слил воду всю насоса а забыл именно фильтры где вот эти подстаканники дай бог чтобы они не лопнули вот эти подстаканники пластиковые заодно хочу проверить я печку и там печник сделал печь я в прошлый раз как-то приезжал с ребенком на дачу было некомфортно потому что дом еще непреклитой холодный этот решил раз сам приехать семья при вечер мы сейчас подготовлю дом кстати дома находится шестьдесят километров от москвы в горьковском направлении по горьковке это трасса на нижний ногу сворачиваем лес поворот который хочется пропустить да 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 слушай что там у тебя звенит в пакетах гантели что-либо разогреть для печки я я же взял и мы договорились ты гантели берешь я кефир накатанная довольно таки дорожка сейчас начало декабря вот и прудик вот восемь 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 сейчас выйдем на минутку сейчас остановились хочу показать вам прудик вчера футбол игра немножко неудачно стыковка произошла вот среди друзья прям прудик такой классный рыбачки но я видел там пару дедуль сидят я не думаю что здесь какая-то прям рыба супер какие-то пескарики пруд а где-то но 100 на метров 80 на 40 у меня задумка власть короче ведро мальков карася купить сюда кинуть да 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 и сюда кинуть суп никто не знал именно просто глубина позволяет главное чтобы два метра было не промерзал одно до дна 8 лет а и рыба здесь будет однозначно можно приходить сюда сидят рыбачки сидят сидят ночью там гоняю гоняют они там я не знаю ладно погнали вот и домик здесь стоянка на две машины сейчас мы почистим дом под охраной есть сигнализация не ведомство охрана милиция приедет если что горит лампочки лавочка сам делал тоже из бревен выпилил из бревна я распиливал пополам закапывал землю выкапывал яму целое бревно тоже пилю и закапывал только хэнд мэй да ручная работа а чё дорого дорого продаю я зондирую рынок рынок цена вполне рыночная просто сейчас время неудачно как известно санкции все проще сейчас все замерло в москве начиная от торговли строительства до крупного все это мы знаем всех так или иначе затронуло это недвижимость немножко замерла но мы я никуда не тороплюсь дом хороший он все равно найдет своего покупателя рано или поздно вот справа лес и у меня нет соседа и слева лес нет соседа там что-то уже с документами там поумирали все короче не знаю как запутанная история этот участок могу приобрести здесь перспективы света у человека вот участок 6 соток мой участок 10 а этот 6 но когда люди тут скидывались на освещение на свет на столбы в общем они не участвовали никак в общем просто участок он стоит вообще не копейки то есть одна земля права света у него нет я только могу тут или тот сосед с той стороны взять либо я а так участок ну мы так или сюда ходят люди грибы собирать все машинка дома здесь тоже можжевельник такой кустовой шарообразный барбарис посадили вот тоже туйка но маленькая да и вон еще . вот эти елочки хочу похвастаться я уже полтора года назад пошел в лесу буквально далеко не ходил вот этот перелесок и вот четыре молодых елочки я выкопал все они благополучно прижились уже можно она но вот на наряжать я изучал тоже вопрос каким должен быть участок какой забор лицевой я сделал красивый до глухой вот вы видите а боковые так как здесь лес я хочу чтобы с моего с кольца я видел лес до вокруг и справа и слева если сделать глухим забор из профнастила но это будет прям вообще по московски я так не хочу я хочу чтобы участок продувался я же человек тоже в принципе из провинции мы привыкли общаться соседи до здороваться заходить гости помогать друг другу если понадобится скворечник сделали с младшим сыном но мы в этом году опоздали честно говоря для скворцов надеюсь в следующем году скворцы прилетят класс загородном воздух зима в лесу не терять время пускай дом отапливается поменьше щепочки для распалки мы наколем чтобы подхватилась а потом дровишками будем забрасывать друзья дома у меня по сигнализации сейчас у меня есть и открою дверь буквально 30 секунд чтобы вести код так ну вот я вам не покажу сигнализацию я снял так милиция сада полиция вернее через 15 минут у нас по договору на вскрытие она должна приехать это вот было конечно открытая веранда сначала но через пару лет я понял что это непрактично и здесь уже в дом металлическая дверь еще немножко чурочки поменьше поуже да сейчас на растопочку прежде чем топить для затапливать печку вот надо проверить чтобы перейти перевести ее в режимах летнего хода и сейчас дым пойдет напрямую в дымоход когда за открытое закрытое положение она дым бродит по каналам как бы нагревает нам сейчас печка холодная надо открыть надо еще удостовериться подняться наверх проверить обязательно дымоходная труба чтобы была открыта задвижка на есть наверху я ее закрываю когда уже угли все прогорели на ночь да в принципе я проверил выгорелась выглядит всю залу да она кстати труба перекрыта труду этого обязательно надо выдвинуть вот ребята вот специально выложил плиткой возле печки чтобы как бы угли будут сыпаться до из зольника и стопки мало вину и так туда предусмотрено место дровишки складу вот а здесь парке не паркет ламинатного хорошего качества тут такая обстановка спартанская потому что приезжает самое все необходимое есть и хорошо да он туда кидай чтобы тяга была получше лучше вычесть распаливать печник советовал желательно картоном вот таким упаковочным либо вообще идеальная распалка упаковка для яиц она от него меньше дыма газета и простой бумагой от него много дым она дымит а только мало картон очкой при распалке надо закрывать обязательно поддувало до первая топочка такая пошла вот но в принципе будем за ней послеживать конечно долго будет печка протапливаться сейчас напрямую она в дымоход идет сейчас еще одну китку сделаем дров и потом переключим уже на канал что она бродила по каналу дальше вдыхаем жизнь в наш дом да дымок сейчас закинул вышел дров до идет сразу гляну мне любопытно вот эти не лопнули эти 100 фильтра не походу целы целы это радует слив воду в последний раз надо мне здесь в подполе насос надо до него добраться баклажка воды вот там пробка лишь стояло на лишь пробка открытия лишь обратный клап перед ним стоит он воду держит давай заливаю на баклажку где сейчас на при мостах там насос у меня греймфус бесшумный кстати с под пола даже не слышно как он работал автомат конечно стоит дороговато свет тебе дать до 5 литровая баклажка входит в этот насос греймфус это точно и и по инструкции на залить значит чтобы ну тяга воды было со скважин скважина под нами как раз сейчас посмотрим наладили мы воду вот вода есть вода появилась нагреватель работает если лампочка потухнет значит уже ну кипяток цикла до отключается котел электронагреватель на 50 литров вполне достаточно душевая кабинка раковина там кухня стандарт все четко работает я перекрыл летний ход переключил на зимний то есть все печка прогрелась и пошла пошел нас жар по каналам все с этого момента уже обогревается нас печь вот открытая смотрите какая тяга не дымка ничего я на природу супер он за рулем и еще сегодня уезжать отсюда если жить в этом доме зимой круглый год охапку дров печка остывает очень долго бросаешь там днем да когда в обед давать и тепло в доме поддерживаться и так же самое и на ночь одну охапочку дров все вот так такой цикл до зиму можно прозимовать вот я не жалею что это козырек сделано дома есть видос ребят который я именно его делать защищает значительно дождя прямого к слову тогда баня честно говоря здесь полный известенцы она долго не льет это не сосна и так покупал друзья мебельный щит сейчас покажу выпиливал проем миллиметров сорок вот эти ручки на ворот и вот здесь без отделки ребята где-то здесь теперь будет в парилку горловина печки будет здесь дрова закидывать да опять же каменная часть то есть там где камушки сверху будет изнутри в этой части будет помывочная где мы выходим с бани до обмыться ополоснуться и так далее ну с банька да еще на работу руки не доходит вася уже пошел вокруг дома вася да хорош вот человек трудолюбивый вы понимаете вот кованой решетки насквозь ну про просверлено гайками с шайбами закручена с той стороны ведь не вырвешь ковыряли ковыряли монтажки вот видите залазили до в дом когда решеток не было синализации потом видимо ковыряли не получилось психанули разбили здесь вот так стеклопакет руку просунула я открыл ручку сама сам обидно но ничего не взяли в доме видимо шел дождь там ночью хотя товарищество охраняется но сторож там есть как бы время от времени проводит обход и я грешу вот на черно будь черно рабочих которые здесь работают осадок остался до вызывал милицию тут отпечатки пальцев снимали но короче все это ерунда решил я как сказал мой отец алексей мы сами виноваты во всем мы провоцируем провоцируем да не хороших людей лукавых тебя надо было сразу сделать сама поставить решетки с анализацию никто тени лес вот действительно я сейчас не пожалею две с половиной тысячи по моему не обходит не помогла точно две исполнения в месяц обходит сигнализация я сплю спокойно проблем не знаю снега сдержание дозированными порциями до удерживает там крошит снег и он дальше спускаться падает эти как правильно установлены водостоки что снег пластами съезжает да он его никак не задевает и падает вниз если кто следит за моими видео есть видосы которые мы с васей мы как все делали мастерили вот эту лестницу вас ты мне помогал помнишь делать здесь много чего вот здесь такая обстановочка спартанская сегодня все необходимое здесь кухня с печкой ну я предусмотрел чтобы дрова и бросать с кухни да все вот эти ошметки значит щепки и так далее но в зал не носить в дом как бы отапливается вот вся энергия вот такая огромная батарея до которая топит кстати вот печник говорил что вот этот есть эффект продается специальный лак вот я все как-то руки не доходят лак и она покрасить она однотонный цвет принимает и глянцевая поверхность блестящим такого нарядное еще украсть но это он говорил лак продается специализированных магазинах там по печному делу вот то есть такое он выдерживает температуры пойдем наверх при подъеме наверх здесь такая небольшой пятачок коридорчик дверь налево дверь направо здесь комната у нас еще пустая гостевая в принципе мансардное окно вася мне крышу помогал делать неужели кровельщик не сделать я кровлю конечно сделать этот сарайчик дровница так ну вот сейчас покажу чтобы уже имели в курсе как дом но здесь у меня дети тосят тоже такая спартанская обстановка господи а че им надо ему блин старшему он только интернет самое главное 4g все ему до фени мелкому тоже мультики шмультики но такой дом все самое необходимо крышу кстати тоже утепляло лично вы знаете то что в этом этим моментом я уделяю самое высокое внимание сам ну давай вася пойдем перерывчик сделаем по кофейку мясо шашлычок вчера замашивали сегодня с утра пускай ждет до вечера их жалко одно ребятам все баня у меня без отделки все руки не доходят я бы еще зимой вечером в баньку задай пить и в снег уже 6 темно тут у меня фонарики такие вдоль дорожки до статуаны эти такие красивые сейчас я проведу васю и моя семья уже на подходе вы их выехала едут не уже дом прогрет топлин жду у них нетерпения прошла ночь в теплом доме вот я взял часики узнаем сколько температура в доме нажмем бара вот специально сколько там 25 и 9 нормально комфортно печка прошла тест дом продается кого заинтересовало можете звонить на известные вам телефоны в принципе я всегда на связи хороший дом вы не пожалеете это не дача это реально дом в котором можно жить и круглый год тем кто только что присоединился хочу напомнить что на нашем канале мы проводим конкурс разыгрываем призы экипировку корочка там какой-какой инструмент условия подробно считайте ссылка будет в описании конкурс будет длиться до 7 января подача заявок участие могут принимать абсолютно любой человек шансы у всех равны но на этой ноте буду прощаться с вами с вами был мороз алексей компания крупмонтаж пока не забывайте подписываться пишите комментарии любая критика приветствуется пока